Дорогие друзья, всем огромный привет! Это канал в гостях Уванушки и сегодня я буду готовить хворост из очень вкусного теста. Также расскажу вам, как приготовить вкусный сироп. Приготовление. Начинаю с теста. В миску наливаю обычную воду комнатной температуры, добавляю соль, 1 яйцо, 2 столовые ложки сметаны и 50 грамм сливочного масла. Масло лучше, чтобы было размягченное. Хорошо все перемешиваю и буду добавлять соду, гашеную уксусом. Если вы хотите соду заменить на разрыхлитель, тогда лучше разрыхлитель добавляйте с первой порцией муки. Муку добавляю постепенно, обязательно ее просеиваю, делаю густое тесто. Когда тесто хорошо собралось в комочек, переношу его на стол и вымешиваю примерно 5-7 минут. Не спешите сразу добавлять много муки, лучше подольше вымешивать, со временем тесто перестанет сильно липнуть. Но если тесто после вымешивания также остается очень липким, тогда подсыпаем еще мукой. Вот такое вот должно получиться тесто, оно мягкое и при этом абсолютно не липнет. В общем, в тесто у меня ушло ровно 400 грамм муки, у вас может уйти чуть больше или чуть меньше. Готовое тесто убираю в пакет и оставляю в холодильнике отдохнуть минут на 30. Приготовим сироп. В ковшике у меня 100 грамм сахара и 80 миллилитров воды. Половину лимона вот так наколю немного ножом и выдавливаю сок. Сам лимон также бросаю в ковшик. Еще в сироп добавлю цукаты из апельсиновых корок. Мы их с вами недавно готовили. Кто не смотрел приготовление цукатов, вот вверху подсказка. Когда сироп закипит, убавляю огонь и варю примерно 7 минут на огне чуть ниже среднего. Можно периодически помешивать. Тесто достаю из холодильника для удобства, делю его на две части и буду раскатывать. Стол хорошо подсыпаю мукой, чтобы тесто не прилипало и раскатываю тесто очень тоненько. Если вы раскатаете тесто толсто, тогда вы получите просто пышный хворост. Если вы хотите получить тоненький хрустящий пузырчатый хворост, тесто нужно раскатать как можно тоньше. Я покажу вам два варианта, как можно нарезать тесто, но здесь фантазировать можно как угодно. Тесто само по себе вот такое мягкое, им работать надо аккуратно, но хворост из него очень вкусный. Нагрев масла проверяю деревянной палочкой. Если вокруг палочки собираются пузырьки, значит масло достаточно горячее. Сейчас я забрасываю хворост, который раскатала чуть толще. Он получается вот такой вот пышный, воздушный и менее пузырчатый. Вот хворост, который был раскатан очень тоненько. Он моментально покрывается пузырьками. Жарится хворост очень быстро, буквально считанные секунды на максимальном огне с двух сторон до золотистого цвета. Треугольнички жарятся вообще моментально и надуваются как шарики. Хворост можно просто посыпать сахарной пудрой, но он сам по себе вкусный, даже без всякого сахара. Сироп вот так вот густеет после остывания, пропускаю его через сито. Теперь хворост по одному опускаю в сироп, сверху поливаю, даю хорошо стечь сиропу и переношу на блюдо. Сироп очень вкусный, с приятной лимонной кислинкой. Как видите, всё готовится очень просто. Надеюсь, вам всё понравилось. Не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо, что были со мной. Готовьте с удовольствием, радуйте себя вкусненьким. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok